Мы с вами у Тульского оружейного завода. В 1595 году по указу царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, в Тулу были переселены 30 семей деделовских кузнецов-самопальщиков, которые умели делать оружие. Здесь была учреждена кузнечная слобота, оружейный двор. Сюда сдавали оружие. Постирайте были осмуждены от повинностей и податей. Число оружейников со временем росло, стали создаваться отдельные цеха и общины. В 1700 году их насчитывалось уже более 1000 человек. Жили они за рекой. Тот район теперь называется Заречье, а раньше именовался он оружейной свободой. Улицы в этом районе стали называться сосвучно-оружейным термином. Тульная, ствольная, пороховая, патронная, курковая, штыковая, лжевая. В это время русский промышленник Никита Демидов основал в Туле свой частный оружейный завод. В 1712 году указом Петра Первого была основана казенная оружейная фабрика, которая потом стала основой современного оружейного завода. Ровно через два года, в 1714 году, этот завод уже выпускал оружие для русской армии на потоке. С 1875 года на Туле стал работать МОСы, маленький, который мы с вами уже видели. С 1893 года началось массовое производство этих линтовок МОСына. В 1797 году был налажен производство пеленоводов Максим. В указе императора Александра Второго в 1775 году Тульский оружейный завод стал называться императорским. В том, что третье завода было решено изготовить памятник царю Петру Первого. Были собраны средства с рабочих, и в 1912 году у завода появился бронзовый царь-ракотник. Зампал памятника была непростая. С приходом Советов все памятники царям уничтожались. Вот и Петра. Насокрусили в репу, но рабочие вытащили и спрятали ее в складах до определенных лучших времен. Вместе с заводом он уезжал в эвакуацию в годы войны. После упрощения был установлен на территории завода. А в 250-летие Тульского оружейного завода один из рабочих проявил инициативу и призвал выставить памятник перед заводом на общее обозрение. Рабочего звали Евгений Ксабинин. Он сказал, не зря мои деды и отец собирали деньги, чтобы царя прятать за забором. И так, с 1962 года царь стоит здесь. Все имеют возможность видеть.